Приветствую, друзья! Продолжаем наши итальянские приключения. Очередная сегодня у нас серия. Будем начинать войну с испанцами. Войну с Неаполем я пропустил. Взял без вас Солерна и Барри. В Солерном было лишь три отряда, так что там какой-то заварушки не получилось. В Барри было меньше полустэка, и те состояли из ополченцев. Так что Неаполь сгинул полностью и окончательно. С чем я всех поздравляю. Ну и плюс еще произошло на этом 102-м ходу скриптовое событие. Нам предложили выбрать нового Папу Римского. Им стал наш единственный на тот момент священник. Это Пауло. Наш старый добрый Пауло, который с нами с первого хода. Это наш самый первый агент. Вот он стоял-стоял, ничего не делал. И видите, стал Папой. Вот так вот дали ему Папу. И он стал Папой. Это, конечно, смешно. Мне предложили еще провести голосование. Но поскольку у меня священник являлся всего лишь одним-единственным, обошлось без голосования. И теперь у нас есть Папа. Ну и также написали, что если помрет, то чтобы провести новые выборы, надо будет жамкнуть на Вечный Город, на Рим. И можно будет провести голосование по выбору нового Папа. Вот как-то так. Поскольку с Неаполем мы закончили, начали готовиться к войне с Испанией. Правда, у меня здесь очень плохо получилось заготовиться под Неаполем и Солерно. Просто эти три города мы взяли буквально недавно. И там все плохо с порядком. Я пытался сформировать два стэка. Не получилось. В общем, отсюда только один стэк пойдет. И то на следующий только ход. Куда-нибудь под Казенцу, наверное. Вот. На следующий ход у меня вот этот стэк. Автобой, наверное, по Тенцу заберет. Тем более, что здесь нет никого. Ну и, конечно, вот эти товарищи не зайдут под Крепом в город. Сегодня нас ждет также сражение нашего Людовика с Испанскими стэками. Я, собственно, сугубо только из-за этого и начал запись. И надежда, что меня вот этот кораблик с армией не потопит. Потому что эти ребята, ну, вроде как, на следующий ход даже автобоем попытаются от ранта забрать. Ну, давайте начинать. Собственно. Ну, ход-то я сделал, да? Я еще вот здесь, на Сардинии, приготовился тоже на следующий ход автобоем с Ассари брать. Вот. Вроде больше ничего не было. Без вас еще было сражение с французским стэком. Я его разбил. Показывать не стал. Ничего особо интересного там не было. Ну и плюс логистика, плюс игры агентов туда-сюда-обратно. Ну, вы сами все знаете, в курсе. В общем, не будем затягивать этот счастливый момент. Начнем таки сражаться с испанцами. Хоть посмотрим, что у них там за армии такие. Ну, первая армия нам досталась без командующего. Числено мы немножко их превосходим. На 500 рыл, да? 9 к 7. Людовика Мучитель нас возглавляет. И что же тут за армия такая? Ну, в принципе, уже знакомые нам юниты, наемные, да? Ветераны-мичники, серые итальянцы, спешные кондотиры, арбалет. Вот что-то новое. Имперские мастера-алебарщики. Ну, это, наверное, все-таки немцы скорее, а не испанцы. Хотя уж и испанцы, хреновый. Да нет, немцы, он из-под Нюрнберга и Аксбурга. Ну, вот так вот они, наверное, в лице наемников застесались в испанском стеке. Ополченцы, арбалетчики. Некоторые отряды еще до кучи екоцаные. Сиенские альбардисты, но это тоже немножко не то. Наемные ланскнехты. Конечно, отряды хорошие, но это тоже немцы. Итальянцы. Вот, вот пошли испанские войска. Старая Терция, Сардиния, арбалетчики. Правда, их всего 8 штук. Но, тем не менее, круто. Ополченцы. Кастильские пикинеры. Целый отряд. 22-33. Мощь. Мощь. Так, ну это пушка. Хинеты. Хинеты. Легкая конница. 21-24, да. Описание. Хинеты. Действительно, что здесь еще описывать? Хинеты и хинеты. Все же ясно. Вот. Так, по идее, вообще хинеты, они вроде как... Мне так вспоминаются старые моды, где я играл за Испанию. Там хинеты вроде бы они с дротиками были. Хотя могу я ошибаться, давно это было. Еще один коцанный отряд. Арагунские арбалетчики. Вот это точно испанцы, да. Там... Они скажут, мы не испанцы, мы арагунцы. Че ты гонишь? Ну и действительно. Арагун не Испания. И никого не колышет. Дальний будет 12, да. Ну классно. Был бы еще отряд целый. И мог бы нам доставить проблемы. А так... Все разбитое, все коцанное. Каталонские алибардеры. Вот они, ребята с Барселоны. 24-30. Ну алибарды такие, знаете, у них на цифры можно и не смотреть. Они не цифрами выигрывают, они своим навыками выигрывают. Старая Терция Сардиния, пикинеры. Ветеранская, что ли? Пенсионеры одни. Ну может быть старые. Старые, друзья. 24-36. Ну отлично. Ну еще что-то там еще есть. Так, ну и обычное ополчение. И Старая Терция Сардиния, Радалерус. 19-46. Ну защита хорошая, хорошая. Ну если бы вот у них все отряды были целые, то я думаю у нас было бы вообще один к одному. А так... Я не думаю, что они что-то смогут нам противопоставить. Так, ну я построился, сюда забрался в угол. И у меня план немножко сместить армию. Спуститься вот сюда, вот чтобы у меня все стрелки оказались на букре. А первая линия немножко вниз спустилась. Давайте начинать. Я не думаю, что у нас супостат прямо полетит вперед. Вот, тут по-моему идеалити вообще, идеалити. Еще и пушку где-нибудь, наверное, вот здесь можно пристроить. Что у нас там? Супостат к нам пойдет? Или путь, как обычно, заниматься всякими разными. Ну компьютер решил заниматься действительно всяким разным. Пошлю я конницу. Без конницы никак. И ни туда, и ни сюда, да? Так, ну давайте взглянем. Как у нас тут? По-моему нормально наши встали, да? Главное эти. Правильно стоят. Вроде как правильно. Так, пушка. Пушка, пушка. Я хочу, чтобы пушка вот здесь вообще встала. Конечно, это опасно. Так, что у меня там конец там? Конец летит. А пока она летит, мне бы еще понять бы, куда бы ей лететь бы. Не на каждых можно тут лететь-то. Уж он гады готовится, но построиться они не успели. Все, ну вот хорошо, мы им дали вроде как прикурить. Теперь надо отойти. Потери, потери, потери. Почти с десяток мы потеряли. Вот, в арбалечку я нашел у них арбалечку. И смотрим, что отряд конницы у них поскакал к нам. Ага, перехватывают нас конницы злодеев. Конница злодеев у нас пытается, значит... Ну, хорошо, хорошо гонять этих гондурасов. Какие-то отряды испанцев пошли к нам. Конница проатаковала нашу ланскнехтов. И от ланскнехтов мало что осталось. Меня это только радует. Так, здесь мы что делаем? Здесь за нами гоняется отряд латников. И постепенно убивают. Это, конечно, не есть хорошо. Давайте попытаемся выйти из-под удара. Вот куда-нибудь вот сюда и протоковать пушки. Это единственное, что осталось нам из полезного, да? Ах, ну вот как знал. Как знал, да? На пушку, тварь, среагировали. Давайте ее уводить. Сюда вот конницу подведем. Твою же за ногу. Что же вы остановились-то? Ну, видите, разорваться-то ж не могу. Ну, а нормально. Мы их обошли. Обманули. Обманули. И на контркурсах. Вот, все. Давай вот в пушку. Ну, скачите, жалкие. Жалкие гады. А то сейчас догонят и сделают тумба-юмба. Копиями причем. Причем копиями. Да твою что мать, ну. Какие-то арбалички нам там помешали. Органное орудие. Ну, в общем, отряд конец у меня на этом, скорее всего, кончился. Да. Но вот здесь не очень, конечно, хорошо получается. В том плане, что мы на один фланг собрали числе не всю армию супостата. Это, конечно, печальное зрелище. Нет, это не те. Нам вот сюда. Отряд конеца потеряли. Ну, и шить бы с ним, на самом деле. Пушку мы вырубили. Вырубили. Все. Все остальное нам без разницы. Ну, здесь у меня стоят эти ланскнехты. Золотые. Им вообще по барабану. Кто там, что там. Единственное расстраивает, что вот здесь вот не особо, скажем, прямо, атака ведется. Но ничего страшного в этом нет. Зато арбалетчикам удобнее настреливать. Они еще и стоят, ждут. Ну, стойте, стойте. Ну, стойте, стойте. Пока что 5 на 13. Давайте, мастера меча, идите. Покажите им, еще вы сделаны. Моща, моща. Тут главное это уследить за моментом, когда надо будет ходить. Вот, блин, сюда еще и куница прется. Ну, вот, я так и знал. Ну, радует, что она через своих прется. Обидно то, что, блин, здесь нет копейщиков. Блин, да я вам сейчас сделаю копейщиков. Госпитальеры побежали вот сюда. Линию подсократим нашу. Но единственное, вы убежите неправильно. Так, а вот вас вот сюда вот. Вот так вот. Все. Все проблемы. Так, коница моя, что как? Как что? Арбалетчики стоят. Коница стоит. Ну, я думаю, за арбалетчиками можно сползать. Так, пришли, да? Отлично. И давайте-ка вот сюда вот все вы пойдете. И объясните ребяткам, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну, пытается коница противника нас обойти. Конечно, мечники от этого страдают. Обзорной. Так, коница полетела в арбалетов. Можно, в принципе, еще снять один отрядик вот отсюда, да? Тем более, что здесь вообще ничего не происходит у нас. И вся эта война, блин, идет с одного фланга. Давай, 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 лети. Пушка. Пушка. А, пушка. А, когда ты стал его вновь стрелять-то мне скажи? Так, коница, займись пушкой. Мы здесь, кстати, всех погнали вообще. Половина этого фланга просто теперь убегает. Так, пушку мы тормознули. Так, ты беги за арбалетчиками, на конницу нассать. Вы отходите. Нечего там с копейщиками сражаться. Бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Вообще лепота. Вообще лепота, друзья. Ну и на этом все. Это прорыв в бою. 16 на 40. Без каких-либо проблем. Так, беги, беги за арбалетчиками. Какого-то останавливаешься. Не было приказа останавливаться. Гундурас ты тупой. Так, ну и здесь у меня уже такая армада войск, что уже по барабану, да? Кто там к нам идет? И чем они занимаются? Ну, это стремные, конечно. Так, ладно. Не-не-не, спрячься. Так, вот у меня вот эти вот теперь уже ничем не занимаются. Чем вы занимаетесь? Вот догоняйте убегающих. За нами тут отряд вышел. Северо-итальянцев, да? Ну, это мелочи жизни. Их сейчас мы съедим. Коница от нас убежала. Шут с ней. Так, догнали этих двоих чудиков. Давай еще вот этих орудия добьем. И потом в спинку промассируем. Да? Но наша первая линия спокойно держит. Никто там не может пройти. Ну и в принципе тут уж все убегают практически. Так, конницу можно вывести и промассировать спинку. Вот эти ребята пошли вперед. Так, вы здесь понагибаете. Вот за этими обратитесь. Да и ты тоже. Так, и чардж. Если это можно назвать чардж. Еще бы они вот не останавливались бы перед чарджем. Может быть это было бы чардж. А так это какая-то порнографическая порнография. Но в любом случае она удалась. Противник убегает. Десяток мы ударили. И все. И сразу противник в панике бежит. Так, вот здесь помогай. Здесь загибай. И тут догоняй. Ну в общем как бы как бы все, да? Ген у нас там собирает убегающих. Из из ребятишек, которые еще не бежит остались только вот эти вот каталонские алибардисты, да? Ну давайте за ними сползаем. Но еще вот здесь спинку надо промассировать. А то один отряд я смотрю стоит. И не бежит. Это не есть хорошо. Спинку. Хорошо. Наемные ланской нефты. Красивые чертцы. Все в полосочку. Но осталось их всего лишь 20, да? И на этом они закончились. Потрясающе. Так, пиктура. Давай все вот за этими каталонскими алибардистами. Они задрали ходить за моей конницей. Но им это не светит. Так, всех догнали, да? Но эти шутки с ним пускай убегают. Вот. Жирная цель 25 рл. Да, ну и по сути здесь практически все, да? Потому что там добили. Вот тут пару человек еще. Никак не убежит. Хвала Господу. Враги этой победой восхитится весь христианский мир. Ну, я хочу сказать, что не без потерь. 382. То есть нашу первую линию по Трепалю тоже знатно. Ну, плюс мы отряд конницы отдали. Хотя там не очень-то и много было. Ну, сильные чертяки. Сильные. С этим не поспоришь. Киак. Нам, кстати, вернули отряд, конный отряд, который мы потеряли, кондотьеров. Причем в большой даже численности вернули. Спасибо им за это. Куда у нас это войско пойдет? Нам посуши вот так вот. Так, а вот этот кораблик наверное вот сюда надо присоединить, а то у меня тут армия переводится, не дай боже потопят. Будет очень очень грустно и обидно. Так, на этот ход мы все сделали. Давайте следующий, 103. Венеция начала воевать с османами. Ну, они там каждый ход то воюют, то мерятся уже, даже внимания не обращаю. Строительство в Милане рудники построились. Ну, 2-300. Сколько там эти рудники приносят, интересно? Всего 600 монет. Ну, вроде рудники там можно еще улучшать. Вроде бы как, Давайте лучше пушечную литейную второго уровня построим. 20 ходов правда это займет. Я не уверен, что мы до этого момента вообще даже доиграем. Ну, ладно, кремона, кремона. уже довольно-таки в большом количестве городов нам нечего заказывать, что меня естественно печалит. Этих можно и не переобучать было бы, но да ладно, пусть будут. Верона. Только-только алибарщики появились. Ага, финица. Ну, я думаю, зачем это я здесь строил лагерь легкой конницы? А здесь больше нечего просто строить было. Ну, ладно, пусть будет так. Еще один город больше не участвует у нас в процессе создания интересных архитектурных решений, Нинсбург. Ну, кстати, вот это можно построить, да? Реца, Реца, Реца. Реца тоже еще один город минус. Гаэта. Гаэта, Гаэта, Гаэта. Чем-то надо на порядок здесь замострячить. Вот, таверну, да. Сделал я ошибку. Вот, как раз вот это участок, Гаэта, Неаполь, Бенивента и Солерна. Ошибка заключалась в том, что я их просто занимал. То есть, не грабил, не уничтожал, а просто занимал. это ошибка была, поскольку теперь там порядок очень плохой, и мне приходится довольно-таки большие контингенты содержать в городах, чтобы они вели себя правильно. Так, Спалета тоже все построил. Ешкин, круто. Пискара тоже все, больше нечего строить. Фоджа, ну, хоть Фоджа есть чего. Кстати, два хода, да, еще стек высвободится у меня с Фоджа. И Бенивента уже строится, да, хорошо. На этом все. Итак, что мы тут видим? Ну, испанцы понагнали войск, да, вот у них наследничек ходит, губернатор, гувернер, гонсало, рогоносец. Вот с ним бы сразиться я бы, я бы с радостью. Так, как мы будем, чем мы будем делать? Здесь всего три отряда. Ага, ну, вот они доходят, доходят до дороги и занимают ее. Это плохо. врага. Это очень плохо. Но я смогу потом корабликом воспользоваться и перекинуть свой основной стэк туда, куда я захочу. покажите врага. Так, тут нет наемников. Наемников нету, жаль. Так, вот этот у меня не доплыли до отранта. И они здесь уже два отряда поднаняли. Это обидно. Я вам так скажу. у меня здесь фальконет, то есть мы не сломаем стены. Я мог надеяться только на автобой, но если что, можно просто 7 ходов держать в осаде. Так, фод же я еще жду. Да, тогда фальконет отставить. Еще один ход пушку эту. Хотя 18 это нормально отставить. Это более чем достаточно. надо нам на корабль наверное, да? Еще бы не помешало подкрепление. Но чего нет, того нет. Хорошо, еще одна армия у меня высвободилась. Так, и хотел я здесь еще собрать тоже армию. Собственно. еще шесть, да? два. И еще два. Здесь у меня целых пять отрядов раболетов остался. Обалдеть. Так, армия значена. Ничего с ней сделать. казенца не добираемся. Я предлагаю тогда вот здесь высадиться, да? Разобраться с испанским флотом. Как удачно потопили аж. Там еще кто-то и был. я даже не посмотрел на это. Ой, здесь четыре отряда перевозят. Фу, а здесь аж целых пол стека с генералом. Да еще и корабли коцаные. И мы их всех потопили. Вообще красота. Чудесно просто. Противник остался без подкреплений. Так. Ух ты ж. Ух ты ж. Слушайте, а вот здесь ребятишечки-то успели себе войск по-наставить. Обалдеть. Ну, у них в любом случае нет во-первых генерала, во-вторых я так понимаю хинеты гораздо слабее наших рыцарей. Много ополченцев. Приказывайте воины марш! Конечно, у нас не воин ночи, но они будут идти по одному. Конец и сагрим первый полустэк. Да, на арбалетчиков хорошо. Ну, давайте сражаться за Сосария. Пусть ни один враг не уйдет живым в атаку. Порти врага оттуда. Так, наконец-таки построился. Ну, все как обычно, без каких-либо изменений в моей тактике. Единственная карта, как видите, меня подводит. Мы в низине, противник вообще прямо сверху-сверху будет. Ну, посмотрим, что мы сможем с этого изменить. Поскакали быстрее-быстрее. Кстати, не видим мы подкреплений и, наверное, снова не пришли. Не спешат на помощь. Ну, для нас это хорошо, 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 что не спешат на помощь. Я не против. Нам теперь нужно что? Нам нужно найти арбалетчиков. Нашли. Вот они стоят противные. Поэтому будем заходить откуда-то вот отсюда. постараемся. Нас, конечно, эти самые арбалетчики причешут стопудово. Но мы постараемся как-то что-то с ними сотворить. Меняют они свое построение. Я не помню. В этом стеке, по-моему, вообще конницы нет. Вот. И вот они, стрелки. Хо-хо-хо! Мы еще полководца сразу же замяли. Вот это номер. вот это феерия. Че там от арбалетчиков? 23 они убегают. Ну, отлично. Ну, и противник вроде как понял, что ничего хорошего их не ждет в этой жизни и пошли нам навстречу. Отлично. Но я даже, честно говоря, не очень доволен, что подкрепление не пришло им на помощь. Это значит, что нам город осаждать потом придется. И, честно говоря, это не есть гуд. Я бы предпочел бы, чтобы они были. Но они еще могут появиться. Могут. Так, ну, арбалетчиков мы совсем убили. Давайте немножко отойдем, да? Что тут два отряда, да? Надо вот эту конницу убрать. А то сейчас наверняка каким-нибудь дятл на конницу побрутся. Ох, пушка, спасибо тебе большое за счастливое детство, за все. Изведи сатана. Взяла свой строй как вхреначила. Это, конечно, мой косяк во многом. Что пушка. Но я, блин, я ее специально на пригорок поставил. блин, что она раньше не стреляла? Ее проблема этой пушки в том, что она не очень большие дистанции шмаляет. Из-за этого получается как получается, да? Ну, что вы там? Идете? Идут. Идут, красавцы. Так, опять-таки наши фланги атакуют. Ну, ребят здесь ничего хорошего не ждет. У меня здесь в этом стыке мало арбалечков, всего два отряда. А вот вот так вот вот. Вот так вот печально, друзья. Ну, ладно. даже эти два отряда косят довольно-таки прилично. Супостата 3 на 17. Давайте еще пару залпов. Так, сейчас конец прибудет, да? Вот в этих красавцев, госпитальеров. Давайте, парни, берите разбег. Уж нам устали. Обессилили, бедоложки. Но, тем не менее, чардж провели вполне себе хорошие. Заставили противника задуматься о насущном, о вечном, да? Ну, отлично. Смотрите, победе еще рано, но пока наши воины конечно рано. Конечно рано. Так, конец давай-ка отсюда, наверное, выйдем и промассируем этого поца. Так, и здесь еще чардж сделаем, пока за нами вот эти не приперлись. Дегенераты. Отлично. Заходим. Ну, еще пару десятков. Во! Во! Они пришли. Отлично! Отлично! Гарнизон города приперся. Это просто феерия, друзья. Это феерия. Это просто вот... Да вы задрали гоняться за мной. Давай сюда отойдем. Чтобы все-таки уперлись в пехоту. Так, эта конница пошла вот сюда. Так, откуда они придут? Вот оттуда, да? Ну, они еще долго идти будут. Собственно. За это время мы должны с этими покончить. Нам с ними тяжело покончить, учитывая, что они, видите, еще даже не все отряды подошли. А некоторые отряды задумаются как бы не уйти обратно, да? В общем, засранцы они. По-другому не скажешь. Все, тут хорош. Так, конницу-то надо выводить по-шустрому. и пиндюрить их. Да, эпическая сила пушка. Пушка, ты реальная макушка из сатана влез, влез к демонам. У меня потерь больше, блин, от собственного артиллерии, чем от каких-либо других войск противника. Ну, это вообще кино. Так, ну, здесь мы фланг разбили, да? Так, ты, пожалуй, стойте на месте. На рыцаре тоже вернитесь. Что у нас тут происходит-то? На ням-ням один отряд, значит, иди сюда. Второй отряд, да, ударь в этих уродов. Так, эти у меня должны отойти. А, застряла конница. Застряла бедная. Давай вот сюда. Арбалеты. сосредоточься огонь вот на этих дегенератах, которые стоят и нихрена не делают. Так, вы догоняйте вот это говно, которое уже передумало убегать. Так, здесь все хорошо, давайте сосредоточимся. Так, конец, отходи. Так, здесь что? Ну, еще копейщиков немного есть, но не дело конец-то. Вот, вот, заставили мы этих чертяк идти все-таки в старую терцию сардиния. Красивые заразы, но арбалеты все-таки их карают. хорошо. Так, конец, убегаем. Убегаем, убегаем. Ой, так, значит, идея, помоги. Так, вот эти два отряда займитесь заразами. Вот этими заразами займитесь. Так, два отряда мечников работать, отставить, отставить, запретить стрельбу без моего приказа. Так, конец, иди сюда. И нам сейчас стэк нужно будет поворачивать. А у меня еще не все к этому готово-то, блин. Так, вот этот отряд, иди сюда. Мне нужен чардж в спину. Вроде там десять человек, а пол отряда конницы ложат. Ну, задрали, честное слово. Ну, вот, стоит же у меня пехота, хрен ли ей не воспользоваться. Так, вошли в спину этой старой терции. в лоб прямо ударь. Нам нужно как можно быстрее успеть эти отряды подразбить. Поворачивать сейчас это вообще не вариант. вот эти вот порылые гады, которые нихрена не хотели идти никуда. Все, убегают. Хорошо. Так, вы этих преследуете, вы этих преследуете. Все. отставить, возвращайтесь. Что у нас в центре? Никак не добьют там 15 рыл. Ну, давай, давай, давай. Все, отлично, справились. Но противник занимается какой-то откровенной ерундой. Такое ощущение, что они за моей пушкой пошли. армия. Будет смешно, если это так. Так, конница, занимаясь, армия, разворачивайтесь и встречайте где-нибудь, наверное, вот здесь. аллилюя, аллилюя. хвала господу, враги бегут как трусливые псы, победа близка. Так, нет, никакого бега, давай без бега. Пешком сходим, давайте ускоримся, что там супостат там? Так, у супостата старая терция на нас летит, остальные ребята еще в лесу пока скрываются. Так, стопэ, где у меня арбалеты? Шмаляйте. Арбалеты сейчас уже закончат шмалять, к сожалению. Ну и где эти арбалеты-то? Не вижу я их. давай-давай, отступай. Так, а здесь-то чё? Мой отряд конницы догнали. Отходим. вы тоже отходите. Немножко мы не успели, конечно, но это не проблема. Летят на нас гаврики. Хинеты. бешеные причем какие-то хинеты. Зато их много, да? Так, пока вы скройте. Сейчас первая линия примет этих гондурасов на себя. там уже видно будет что-то как. Жалко у нас только стрелки уже почти закончили. Да, один отряд уже отшмалял все свои заряды. Ну и ничего страшного в этом нету. Конечно, нехорошо получилось здесь несколькими отрядами. Старая ТРЦ Сардиния. Ну давай, давай, иди сюда. Что у нас? 28 на 57. Нормально. Вот что они делают? Вот куда они идут? Зараза. Эти вообще еле шевелятся. Там их офицер подгоняет. Он мол быстрее уроды. А они все никак куда-то свернули вообще. Это они там это вообще кто? А это у меня вот эти убегают что ли? Да, это у меня разбитый конный отряд убегает. Ну это шельба с ними. Диак. Диак. Ну нам пора уже потихоньку выводить конницу. Чтобы она тоже принимала участие во всех этих баталиях. Догнали они мою пушку и изничтожили ее. Я вообще думал она успеет уйти. Ну не жалко. Пушка дура. Дура пушка. Два раза своих же шмаль нова и еще и убежать не смогла. Вот что с ними делать? Давайте вы там отшмаляйте свое. Так. здесь вот эти два отряда явно лишние. Два отряда рыцарей. И мы их куда нибудь наверное вот сюда переправим. Побежали. Так. Конница готова. Ну давай вот здесь поможем. победим. Так. И тут эту конницу тоже надо постепенно начинать готовить. Они уже посидели отдохнули. Немножко. Старая терция. Держи подарок терция. Как вам это вот такая терция нравится? Сыканули. Да. Сыканули. Господи. Ну почему вы идете вот так? Ну почему вы не можете немножко не так ходить? А вот по-другому немножко ходить? Твою же за ногу-то. Нахрена вы строй противник-то впиндюрились? Так. Конница молодец. Теперь дайди вот сюда вот так здесь все хорошо единственное от хинета еще бегают на их уже мало осталось старая терция много народа так думаю что госпиталь йорты и не выдержат надо начинать готовить удары конницей да а кто у нас там сидит то стреляет да это эта фигня вот арбаля иди сюда это мой хлеб так давайте накидывайтесь на эти засранцев это лишь ополченцы хрена него мне сделают мочи гадов ну не часто у нас встречались битвы но ты смотри они чё хотят они к моим арбалетчиком что хотят прорваться на хрен бы вам пока все складывается в нашу пользу если ничего не изменится полудурки победим кыш мы победим в этом сомневаетесь что за короля в атаку отлично мочихи нету спасая отчизну так здесь тоже все идет неплохо мои рыцарские отряды добивают ополченцев вот и смотри они пытаются спасти и умирающие отряды собственных арбалетчиков но на успехов вам в этом мероприятии так здесь у меня значит освободилась конница давайте готовить ее для чаджа также вот этих ребят переместим до конница вот сюда вот в пиндюрь ну и по существу что существу три отряда осталось вот здесь вот блин камень прикрывает ну ладно ничего страшного в этом нету здесь тоже не очень успешно но тем не менее добежали мы тут супостата хотя бы десяток с них снимем уже хорошо все отходите а то сейчас запрут скота базы вот эти и надо готовиться собственно к удару по ним так здесь у нас что вошли-вышли старая македонская тактика вошли-вышли что тут осталось 166 рыло много давай давай за ними преследуй не хрен тут вы парни вот все собрались вот этим вот тут вот этим кошмаром и вот на них так а вы теперь можете спокойно зайти наверно сюда в спину не совсем спокойно но может сюда да давай еще промассируем три отряда по существу ну 4 ла 4 отряда осталось так конница вошла-вышла по-хорошему вот здесь бы построиться блин но там вот эти козлы ходят все никак не успокоиться каталонские али бордиры у отлично они побежали да ну и писец вам писец котенку срать не будет никогда здесь справились отходи отходи не мешаясь тут пехота сейчас разберется а они стоят нас встречают а я этого не вижу как они а вы чуть чем занимаетесь стоите у них в трех метрах и ни хрена ну-ка займите к чем-нибудь общественно полезным чтобы эти твари не могли строиться эти еще козлы он на нас идут задрали ну вот она терция хрен к ней подберешься ну смотри какие упорные а чего на арбалечку что легко пытаетесь идти к арбалечке от вас убегут жесть какая я надеюсь на сардинии больше войск нету иначе это будет проблема потому что я уже потеряла пол стека хорошо вошли мы с фланга этой терции и задрали меня собственные войска но какого хера вы не можете в них сбежать то но давай прямо за них беги дегенераты так вот это конница тоже надо чтобы она отошла иначе на счет закроют но то же самое стоят в пяти метрах и сопли жуют что как зачем почему дюму их не на них не нападаю зараза тупореза спокойно выходит из битвы идут и хера знает куда они идут за ними пол стек уже гоняется рыцари идите он там разбираетесь вы спину промассируете вы я не знаю сюда в массируете но направление изменили под чарж готовится 6 и ведь не бегут каталонские собаки лорд мы потеряли половину армии не мудрено к тут такие терции ходят бродят колобродить которым вообще сайт на все их и не сталь не магия не берет вешкин к тут они стоят этой терции и хрен подвинешь и вот отлично вот здесь мод хорошо вошли волюбардиров очень даже не душа бесчестный труд но наконец-то второй сдох наконец-таки судьба повернулась к нам лицом они жопой и мы наконец-то их начнем сейчас разбивать а ну конечно потери очень серьезные он бросил свою армию и бежал особенно вот эти терции были на это круть смотрят как мы разгромим остатки его армии да уж армит по существу и не осталось здесь еще они все еще сопротивляются куда-то ходят так а вроде бы догонять побежали не 14 14 ублюдков а выхода гнали уже да ну давай вот сюда тогда чтобы станем где там они еще стоят не поддаются никакому внушению помнишь отряду он бунтует практически от вида этих терции тут скоро время боя закончится они все никак обалдеть тот сраженец и было охренеть аллилуйя справились друзья 1113 обалдеть мы конечно всех убили испанцев но и сами за это заплатили немало можно сказать стек островах у нас перестал существовать конечно же казнить ублюдков это даже не обсуждается после такой заварухи то ешкин кот надежный командир мы конечно сосали мы тоже забираем ошибок старые я не совершу будем здесь грабить чтобы порядок было сайт там на какие-то здания если мы их сломаем это нет ничего такого страшного ополним флот кстати один кораблик бы надо бы вот сюда вот за пополненицем сбегать пополнение ценам очень даже нужно вот этих брать смысл и хотя как гарнизон как гарнизон они нас устроят так еще вот сюда вот вот отсюда заберем пять отрядов новых вот пол стека на пополнение отлично объединим отряды но пол стека грубо говоря мы потеряли пол стек и здесь вообще нечего строить в этом сосаре имеются стены поля грунтовка старое сердце сардиния но мы не сможем нанимать это лишь для испанцев как я понимаю печально рад уже рынок конница портор болитчики церковь и трактиры здесь есть и и на этом все давайте лазучка наймем что ли хоть сходит посмотрит что там других городах ну вот я также смотрел на этот сосарик показывал что у них три отряда оказалось полный стек но виде по видимо нас ждали друзья ну что же дальнейшее развитие ситуации с испании последующих сериях так что ставьте лайкосы пишите комментосы ну и конечно же подписывайтесь на канал всем хорошего пока пока